Всем добрый день! У нас время 11 часов. Мы идем на остановку, поедем в детскую поликлинику на прием. Едут со мной Марина, Оксана, Ваня. Маша сзади идет. И Катя сейчас нас догонит. Пятеро детей и я. И поедем в поликлинику на прием. Что нам врачи скажут. Да, Оксана? Оксана, телефон с собой взял. У тебя, Оксана, на кофте вообще-то карман есть. Вроде бы. Или нету? Нету на этой кофте кармана. Надо было тогда сумочку какую-то взять. У тебя есть, да, я знаю, что есть. А у меня вроде-то вот ты поснимала бы. Да? Ну ладно. Сейчас, значит, сумку уберу, телефон. Ладно, идем на остановку и едем в город. Всем желаем хорошего дня и хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Всем добрый вечер, ребят. Ничего не снимала. После того, как с больницы приехала, мне голова сильно болела. Плохо было. Я легла или спала. Честно говорю, серьезно. Потому что на глаза сильно давила. Давление было высокое. В целом, съездили мы в больницу. Приехали мы с больницы уже часа... В три часа уже дня приехали мы с больницы. Оставили нас на больничном дальше. Назначили анализы. Завтра поедем анализ сдавать. Плюс на ковид будем сдавать. Ванечка, тихо. Выписали нам лекарство, но в аптеке его нет. Сказали, может быть, на следующей неделе будет. Рецепты оставили. Как появятся, так и дадут. Было только Маше на лекарство. Маше выписали Берадуал. Потому что я сказала, что у меня он дома закончился. Нам выписали. И выписали вот это. От аллергии сказали, Маше в течение месяца попить. Вот она уже начала пить. А так, в целом, все хорошо. Антибиотики нам не назначали. Врач сказала, не надо пить антибиотики. Вот будем только вот этим. То, что я лечила, то и тем и лечим. Так что вот так. Завтра утром рано нам к восьми часам наехать в больницу. Сдавать анализы. И потом вот я привезу детей домой. И потом мне надо будет ехать в город. Сделать Ильюшке справку на стипендии. У него в апреле месяце, оказывается, еще закончилась справка. Но почему-то куратор ничего не сообщил, что она закончилась. И он в мае стипендию вообще не получил. Без стипендии остался. И по деньгам у него немного не хватило. А так в целом все нормально. Муж сегодня сварил крапивный суп и свинину жарил. Кусок, помните, который большой я покупала? Он нарезал, нажарил. Кто захотел, тот поел мясо. Я так сильно мясо хотела, что я села. Я с таким аппетитом прям поела. Мне аж легче стало. Я немного ела. То, что она сильно жирная, но все равно поела. Маша поела, Ваня поел, Егор поел. Там еще кто-то, да, по-моему? Катя, Оксана не ела, нет. Так что вот так вот. Ну, вот такие вот у нас новости. А так в целом все нормально. Дождей нету, солнышко светит. Вроде бы, но холодно. Ветер сегодня прям холоднючий-холоднючий был. Но дети никто опять куртки не одевает. Не хотят. Сказали, мама, лето ведь. Какие куртки? Ты что нас позоришь? Мама их заставляет куртки одевать. Они говорят, мама, ты нас позоришь. Да, Маша? Катя говорила так. Ну, так что вот так. Сейчас мне немного полегче стало, но голова все равно куртки. Мне кажется, мне надо попить этот фенюльс нам надо купить. Опять гемоглобина, видимо, упала, что голова кружится стала. На попить его. Я тогда покупала, но сама не пила. Маша все отдала. Маша пропивала курс, да, Маша? Фенюльс для гемоглобина. А сама я тогда так и не пила. Маша, потому что тоже голова кружилась, я ей отдавала. Она пропила, ей легче стало. На, вот теперь самой тоже купить и пропить. Потом деньги будут. Куплю обязательно и пропью, чтобы голова не кружилась. Да, сыночка? Ой, а где еще такие очки? Ну-ка найдите все очки, которые. А чьи это? Это у Светиной подруги. У Светиной подруги? А где наши, которые присылались в Германию? Куда вы убрали? Найдешь мне, Маша, их? Они их куда-то прибрали. Ладно, дорогие друзья, вот такой вот день был. Вот такой вот влог. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем говорим пока-пока. Всем доброе утро. Мы с ребятишками едем сдавать анализы. Оксана, Катя, Маша, Марина и Ванюшка. Тайсон, скажи привет. И мы сейчас идем на автобус, чтобы сдавать анализы. Выходите, Ванечка, выходи. Выходи, сыночка. Мама сейчас двери закрой. Давай ручку маме. Мариночка, шагай вперед. Шагай, ты у меня большая. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Берегите себя, берегите свое здоровье. Это сейчас самое главное. Все, сходили мы, сдали. Да, девочки, больно было? Ну, и шагаем уже на остановку. Идем на автобус и едем домой. Все, бежим, бегом. Всем здравствуйте еще раз. Я поехала в город. Мне надо Илье сделать стипендию. Поеду, распечатаю документы, все сделаю. А то он в мае месяце уже не получал никакую стипендию. Надо сделать ребенку. Он сам приехать не может, поэтому идем в город. Всем добрый день, дорогие друзья. У нас уже день, время 20 минут 3. Я иду на автобус. Еду в город Илье опять справку на стипендию делать. Вчера так у меня ничего не получилось. Расстроилась из-за этого. Ну, что теперь? Просто там у Ильи немножко был косяк, поэтому не смогли сделать. Сегодня уже все. Я иду опять. Надеюсь, сделаем справочку и отправлю нас в Соликавск. Погода у нас замечательная. Сейчас солнышко прям такое светит. И идем потихонечку. Идем потихонечку на автобус и поедем в город. Съездила я в город. Прошу извинения, что ничего не снимала эти дни. У меня что-то скачет давление, то высокое, то низкое. И самочувствие не очень. Но сейчас уже более-менее стало. Съездила в город, сделала опять справку ребенку. Все, в понедельник будет готово. Зашла, взяла хлеб. И сейчас чай попью. Надо будет идти на грядки. Поставлю стирку стирать. Постельную буду сегодня менять. Сегодня стирки будет монолога. И пойдем на грядки полоть. И надо еще семена посадить. Я вчера купила семена огурцов. Сейчас я покажу, какие взяла. Вот такие вот, ребят, взяла семена. Взяла китайские. Одни такие. Одни вот такие вот разные. Холодостойкие какие-то. Потом еще один пакетик взяла. Засулочный крепышок какой-то взяла один пакетик. Потом две зазули и одни апрельские. Попробую дома в стаканчике. Сегодня мы с вами их посадим. И вот этот вот, который мне подруга давала. Попробуем, посадим. Посмотрим, что получится у нас. Смотрю, ребята, у меня начинает капуста. Ну, вот эти вот точно замерзли. Надо покупать. Эти замерзли. Вот это вроде оклемывается. Это оклемывается, 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 оклемывается. Одна замерзла, эти оклемываются. Вот здесь частично тоже. Ну, хоть так. Кабачки не проклюнули здесь. Я семенами здесь уже садила. И вот что-то хожу, смотрю, что и как. Здесь тоже вот. Вот здесь замерзли. Здесь замерзли. Здесь даже листочки появились. Здесь вроде ничего. Ну, вот местами, смотрю, много померзло. Парники я уже открыла все. И с огурцами я все открыла. Сейчас хочу достать стаканчики. И будем садить стаканчики огурцы. Посмотрим, что получится. И еще посередине в парни хочу насадить семенами. Тоже огурцы. Посмотрим, что будет. Посередине-то я так поняла, что не едят. Едят вот эти вот боковинки, которые вот так вот. Так оно вот получается там идет. Вот там едят. Что такое случилось? Ваня обул сапожки, ботиночки? А ты что с хлебушком Мариной сегодня капронки одел? Тебе кто дал капронки одеть? Ты что опять такая лохматая? Видите, какая красавица сегодня. Да, колготочки. Кто тебе эти дал одеть? Я сама их там нашла. Ну да. Вся лохматая опять. Вот что толку ребенка заплетаешь? А ты что хлеб сухомятку ешь? Хлеб захотел? Да. А суп что не хочешь? Мама не хочет. Не хочешь? Ну понятно. Курочки наши гуляют. Курицам мы траву прям туда кидаем. Она будет папе потом сказать накосить травы и опять накидать им. Так что вот так. Я сейчас буду заниматься сначала. Белье буду развешивать. Да, Ваня? Да. А старшие у нас куда ушли? Мамой. Нет, они в клуб пошли. Там сегодня концерт. Я кучу. А ты еще маленький туда ходить. Так что вот такие вот ребята у меня дела. Сейчас пойду белье развешиваю. Там веревки у меня. Гуляйте, гуляйте здесь. Нет, я сейчас белье буду развешивать. Сейчас вынесу белье и буду развешивать. Диван порвали. Вот на, видите, какую-то кожу, чтобы натянуть муж. Говорил, потом степлер-то у нас есть. Надо перетянуть его только. А то испортится диван. Да, Ваня? Мы на ночь клеенку на него стелим. Вот эту вот. И нормально. Да, да. А когда будем здесь спать? Кто на улице-то будет спать? Ты что, сдурелась что ли? Ага, еще что придумали? Ты не хочешь? Ну ладно, играйте. Я пойду белье развешивать. Вынесу белье и буду развешивать. Все, развесила белье. Марина, иди покажи ему, а то он сейчас неправильно оторвет. Ваня, подожди. Ваня, лук хочет оторвать. Мы там лук посадили с края. Мариночка, аккуратно ему оторви. Лук оторвает. Любит лук зеленый кушать. Самыми днями ходит на грядки. Ваня, ты неправильно ботиночки одень? Переобуйся, пожалуйста. Развесила белье. Сейчас пойду заниматься другими делами. В частности, будем садить огурцы в стаканчики. Если интересно, то вставайте с нами. Все, ребят, посадила рассаду. Три ящика тут. И один пакетик китайских посадила. Срава в парник. Посмотрим, что еще. Может, что-то получится. Ну, тут раз, два, три. Тут получается. У меня что, апрельские зазули. Здесь у меня теща. И тут, который подруга давала еще. А здесь у меня китайский. Да, один пакетик. И один пакетик. Не помню какой. Так, ну вот какой-то крепыш засолочный. Вот ссылку. Будем надеяться, что что-то вырастет. У нас ребята гуляют. А папа у нас косит траву. Он даже не знает, что я его снимаю. Поэтому... Тихо! Ну вот, косит траву. А то трава поднялась. Да и курям потом дадим. Хорошо будет. Решил покосить. А ребятки пришли. Уже со спектакля и гуляют. А Егорка там у нас управляется. А папа скашивает траву. А тут трава сильно поднялась. Вот такие вот дела. Она тяжелая. Вот эта, кстати, косилка. Я пробовала сама ей косить. Но у меня спина сильно заболела. У него тоже, по идее, спина болит. Но он все равно пошел косить. А что вниз не идет? Или вот. Аминь. Аминь. Да. Конечно! Хорошо.